Музыка Здесь, в теплом стане, когда-то была усадьба Богородская Воронина. Сейчас от нее сохранялась лишь малая часть парка, зажатая между домами. Главной достопримечательностью усадьбы была церковь Казанской иконы Божьей Матери. Избы стояли на левом берегу реки Очаковки, там, где теперь корпуса дома 123, числящегося по Ленинскому проспекту. А на правом берегу были церковь, усадьба и парк с прудом. Сейчас на месте усадьбы и церкви построен Российский государственный медицинский университет. До революции здесь была усадьба на этом месте. Называлась она Богородская Воронина. Состоит, как мы видим, из двух частей. Первая часть Богородская появилась от названия храма, в честь иконы Казанской Божьей Матери, который находился в этой усадьбе. Вторая часть Воронина от владельцев, первых владельцев этой усадьбы, имя которых упоминается в летописях на рубеже 15-16 веков. В 60-70-х годах 17 века начинается строительство каменной церкви. Это одна из первых каменных церквей на юго-западе нашей столицы. Был там также со временем устроен предел в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Храм был создан по образу псковского зодчества, пятиглавый в честь Господа нашего Иисуса Христа и четырех евангелистов. После революции усадьба несколько раз меняла хозяев. Сначала здесь квартировался полк Красной Армии, затем находилась коммуна последователя учения Льва Толстого жизни труд. В 1930 году бывшее имение было продано психиатрической больнице имени Кащенко. Храм первое время использовался как зернохранилище, затем здесь разместили клуб. К 1936 году капитально перестроенная церковь была превращена в трехэтажный корпус для двух отделений больницы. При этом было снесено кладбище. А еще спустя 30 лет в ходе продления улицы Островитянова до Ленинского проспекта все старые постройки снесли. Сейчас, благодаря программе 200, храм будет восстановлен. И вот, восстанавливая историческую справедливость, было решено, чтобы на месте разрушенных церквей строили, строили, воссоздавали новые храмы. И присваливали им названия по возможности в честь тех храмов, которые были утрачены. И, конечно, нет возможности теперь построить именно на том месте, где исторически стоял храм. Но это буквально отсюда 500 метров. Здесь был подобран участок, выделен. И, слава Богу, храм воссоздается. И планируемое окончание строительства – ноябрь-декабрь этого года. Работы на участке ведутся в соответствии с графиком. Нулевой цикл закончен, строители уже приступили к возведению стен. 21 июля прошло малое освящение часовни в честь святых преподобно-мучениц Великой Княгине Ильисовета и Иннокене Варвары. А в эти выходные епископ Красногорский Элинарх, векарий Святейшего Патриарха Московского Ивсия Руси, совершил чин на основании строящегося храма. Благословляется камень сей, кропление священное в адресе, в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Перед началом освящения любой желающий мог написать свое имя на одном из кирпичей строящейся церкви. Здесь можно увидеть имена почти всех жителей района. Также можно было написать свое имя на закладных кирпичах, из которых потом сложат стену. Все эти имена вошли в список тех, о чьем здравии будут молиться при совершении божественной литургии в новом храме. Кроме того, прихожане внесли свои имена в памятную грамоту, которую вложили в специальную стальную капсулу и поместили в алтарную стену. После освящения Владыка Элинарх сердечно поздравил всех присутствовавших на богослужении и пожелал всем молящимся благословенной помощи Божьей в жизни и трудах, в особенности же в деле строительства нового храма. Сегодня праздничный день для этого храма. Поздравляю всех вас с праздничным днем. Днем закладки храма Казанской иконы Божией Матери в теплом стане. Я хотел бы сегодня всем вам пожелать крепости, сил и здоровья, успехов, и чтобы община, которая уже складывается при этом храме, смогла успешно завершить строительство и благоустройство этого места, и чтобы в дальнейшем мы имели не только стены рукотворенные из камня, но чтобы действительно это была живая душа общины этого храма. Отец Александр Зорин, настоятель строящегося храма, от лица прихожан и себя лично выразил владыке благодарность за посещение и совершенную молитву. Вас благодарим за попечение, о нашем молодом приходе. По благословению священноначалия Господь судил мне быть здесь настоятелем, и мое сердце радуется о той жизни, которая здесь начинается, духовной жизнью, как возрождается приход, и восстанавливая историческую и духовную справедливость, вновь возрождается этот храм. И люди, которые сюда приходят, говорят, что слава Богу, что появился храм рядом с нашим домом. В память о радостном событии отец Александр подарил владыке Ирина Арху вышитую бисером икону Казанской Божьей Матери, изготовленную специально для этого случая одной из прихожанок. От нашего прихода мы просим вас принять на молитвенную память, в честь этого знаменательного события, икону Казанской Божьей Матери, которую мы приготовили. Префект Юго-Западного административного округа Виктор Фуер присоединился к поздравлениям. Мы видим реально шаги по возрождению Москвы, как столицы России, не просто, а как златоглавой столицы России, столицы православия. Будущие прихожане с радостью встретили вести в начале строительства. В районе Теплый Стан проживает более 115 тысяч человек. При этом здесь лишь три действующих храма. Мне должна сказать, что я просто очень счастлива. И выразить словами те чувства, которые я сейчас испытываю, наверное, я просто даже и не могу. Ну, это прекрасно, это замечательно, что у нас сейчас в нашей родной Москве, я коренная москвичка, появляются новые и новые храмы. Они нам очень нужны, потому что это и есть наша родная Москва. Понимаете, это то, что, ну, не всегда даже находят люди, которые не родились в этом храме. А спридя сюда, здесь найдут все свою радость и свой покой. Понимаете, и москвичи, и иногородни из других стран. Программа возведения двухсот храмов развернута во всех округах столицы, кроме центрального. Еженедельно проходит выездное совещание на местах строительства. Недавно кураторы посетили Южный административный округ. Первым пунктом стала площадка на улице Судостроительная. Это один из самых сложных для строительства участков. Рядом река, и поэтому все стоит на сваях, даже ограды. По главному собору монолитные работы завершены. Идет монтаж куполов. До конца октября храм украсит все пять главок. К тому же времени фасады утеплят и оштукатурят. На днях привезут первые окна и двери, общее число которых более 80. До конца октября полностью сделаем фасады дома Причты и храма. Сейчас заказали все окна. Заказываем двери, получаем от проектировщиков необходимые комментарии. Здесь более 80 дверей, все сложные. Сейчас на повестке дня внутреннее благоустройство. Настоятель строящегося храма Иерей Михаил Шманов заказал фарфоровый иконостас в керамической мастерской гильдии мастеров. Примечательно, что иконостас этого именитого объединения художников и архитекторов уже радует глаз прихожан другой церкви, на улице Ключевая. Здесь в конце сентября откроют в своей двери храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Выбор иконостасов, внутреннего обустройства, оно находится, то есть приходы решают это самостоятельно. И как в этом храме, как мы видим, так и на судостроительной принято решение об постановке керамического иконостаса. Это давняя традиция, которая на сегодняшний день возрождается. Кураторы высоко оценили внутреннее убранство собора и общий масштаб всего строительства. В течение нескольких дней последние штрихи будут доведены до совершенства. Прилегающая территория выровнена и покрыта брусчаткой. Все работы под большое освещение будут закончены до 23 сентября, когда будет оно состояться. Здесь, как бы, всем миром храм строится. Сейчас большую помощь оказал метрострой, который сделал коммуникации, делает благоустройство. Последние наводят штрихи. Внутри храма сам приход со своими силами очень много сделал. Владимир Лесин отметил, что рядом с храмом почти одновременно будет открыта новая станция метро. И вот нечасто так бывает, что практически одновременно даже храм немножко опережает. Будет открыт храм и станция метро, которую многие-многие годы ждали жители братьев. В этот день кураторы посетили еще один участок. На пересечении улицы Михневская и Михневского проезда, где созидается святыня в честь входа Господнего Иерусалима. Работы здесь идут точно по графику. Строители уже приступают к устройству кровли главного собора. Первый этаж дома Причта они обязуются закончить к 15 сентября, а полностью сдать объект. То есть и храм и дом Причта обещают в ноябре. Ближайшие два месяца, два с половиной месяца, строительные работы закончены. Я думаю, что это будет первым. Программа 200 рассчитана на 15 лет. Работы ведутся исключительно на благотворительные средства. Для всех, кто имеет желание и возможность совершить благое дело и оказать помощь, создан фонд поддержки строительства храмов города Москвы. Его сайт 200храмов.ру Святой праведный Анкаронштадтский говорил, «Если на вашу долю вы получите строить дом Божий, примите это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь». Сейчас, благодаря программе 200, возможность стать храмостроителем появилась у каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова